Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Перманцер, и это новая серия по игре Бразов Фаер 3. Приятного просмотра. В прошлой серии мы победили растение мутанта, получили лучок, да и всё. Да, всё. Я за кадром поформил, догнал наших персонажей до 15 уровня, заработал немного денег, ну как немного, прилично денег. Потратил где-то в районе часа с лишним. Ну, в итоге набрал мне деньжат, набрал уровень, требуемый желательно для следующей миссии, так сказать. Потому что вне записи умудрился попасть на сюжет и понял, что я получаю там люлей. Это неприятно, честно скажу. Так, ну что, по сути, я нашёл разгадку к загадке в башне Момо, которая вот как раз такие четыре кристалла больших, ну как больших, четыре маленьких кристалла. Сейчас можно туда слётать по-быстрому, решить эту загадочку и дальше продолжить по сюжету. Так, давайте, Нина у нас вспышечку использует, Момо. Нет, за натрясение здесь излишний выл. Я сказал, Нина использует вспышку, извиняюсь, разряд, а не вспышку. Почему вспышка? Ладно, не суть. А, да, кстати, меч ещё нашёл в этом, там есть один садик какой-то странный. Там, большие желе водятся даже. Ну как большие. Она, скорее, небольшая, просто очень сильная желешка. Блин, там просто не выжить. Я пытался, у меня ничего не получилось. Я её убить так и не смог. Я не знаю, сколько у неё хп, если честно. Даже предположить не могу, но снял я, кстати, у нас почти урю 16-й. Я её снял где-то порядка 200 хп и не убил её. Не смог, так сказать. Так. На нас и здесь нападут обязательно. Ну и здесь мы быстро справились. Денег мы с них не получаем, а опыта чуть-чуть есть. Так, идём сюда. Переключаемся обязательно на Нину. Потому что она заряжать умеет. Заряжаем вот этот кристалл. У нас пошло время. Нам надо по-быстрому выйти отсюда. И успеть умудриться зажечь ещё 4 кристалла. Ай. Ну всё. Времени у нас останется немного. Я даже не успею, наверное. 6... 6 десятых секунды оставалось. Ну, успел. По идее, за это время мне должны дать мультивитамин. То есть, чего я помню. Так. Робот-прототип. Ну, пойдёмте. Заберём свой мультивитамин и пойдём отсюда. Ну да, мультивитамин. Там вроде как, если остаётся больше 6 секунд, даёт какой-то меч. Или не меч. Я не знаю точно, что там. У них инициатива у врага, да? Там не есть хорошо. Сейчас у нас опять всех потравят. Ох, сколько я травлю на себя по этому. Почувствовал. Блин, вот этот шарик. Обезьяна-голов, по-моему, его здесь зовут. Он столько раз меня травил. Это жуть. Это жуть. Прямо, не знаю. Больно на самом деле. За этот час я использовал все противояди, какие у меня были. Абсолютно все. Использовал практически всю ману, чтобы, блин, лечиться. Причём, когда они попадались, это было что-то. Я так вот сейчас закупился чуть-чуть, по-моему. Сортировка, вещи. Обычные вещи. Да, 15 штучек я взял. Но, блин, это на всякий случай. Так-то я обычно маной это делаю, очищением. Ну, блин, сейчас у нашего магии... Ой, маны полно. Собственно, было откуда взяться, так сказать. Так, эту загадочку мы решили. Теперь можно, я думаю, текать отсюда. Сейчас победим. Я думаю. Сейчас вот к этому торговцу ещё подойду. Гляну, что он продаёт. Если он продаёт какие-нибудь нужные вещи, типа травок, там каких-нибудь ещё. Денег у меня сейчас хватает, в достатке, так сказать. Могу себе прикупить. Потому что хилочек нам на дому будет много. О, три опыта осталось до уровня. И рю у нас будет 16-го. Если вы надумали осмотреть башню, вам ведь непременно понадобятся кое-какие вещички. Правда? Логично купить. У тебя есть витамины? О, отлично. Дай нам штучек 20, наверное, витаминов. Противоядие ещё штук 5 куплю, пускай лежат. Лишними, так сказать, не будут. И на шатаря возьму ещё пяточек. Вот и всё. Маньте, чародей, кираса. Ну, я думаю, там в городе в том можно будет прикупиться. Нас же сейчас на арену повезут. Там сюжетик я знаю плюс-минус. Ну как, вне записи. Я его, скорее, запись забыл включить просто. Но вовремя одумался, типа отключил это прохождение и пошёл дальше. Так, ну что, фабрика. О, Момо, как приятно снова тебя видеть. Ты разобралась с нашей маленькой проблемкой. Ага, но я бы не назвал её маленькой. Как мы можем тебя отблагодарить, Момо? Не беспокойтесь об этом. До скорого, господин директор. Подожди, Момо, куда же ты? Дорога по-прежнему перекрыта. Почему бы тебе не остаться у нас ненадолго? Но нам нужно во что бы то ни стало попасть в Виндию. В Виндию? Не, ничего проще, предоставьте это мне. Пожалуйста, не волнуйтесь, у меня есть план. Вот и славно. К завтрашнему дню всё будет готово. А вы пока отдохните в здешней гостинице. Ну, пройдёмте до гостиницы, прогульнёмся. Так, что-то я прошёл мимо. Заходим сюда. Подходим вот к этой девочке. Только стоп. Давайте сначала вот сюда зайдём, глянем, что он продаёт. Я уже не помню, на самом деле, что он продаёт. Возможно, что-нибудь нам понадобится. Это противоядие у нас есть. Ну, немножко лучше травы есть только взять с собой. Десяточку. Нам больше не надо. Что-то я прям конкретно закупился. Всякими лечебными травками. Почему вам не отдохнуть? Комната за наш счёт. Спасибо. Ну. Я сказал бы, что это попахивает каким-то... Наедаловым, так сказать. Но не буду этого говорить, так как я уже в курсе. От того, что это всё-таки наедалово. Эта повозка поведёт вас в Индию. Если вы спрячетесь внутри, то сможете проехать на незамеченными. С нами точно всё будет в порядке, госпожа Мому? Разве повозку не будут обыскивать? Хе-хе. Не, не волнуйтесь. Просто хорошенько спрячетесь. Ну хорошо, давайте попробуем. Другого выбора у нас всё равно нет. Так, запрыгиваем в машину. Ну как в машину. В эту чудо техники. Так, ну и покатились. Странно, что повозку ведёт корова. Хе-хе. Пронесло. Как хорошо, что бандиты обыскивают всех подряд. Они позаботятся о них вместо меня. И никто никогда не узнает о фабрике мутантов. Хе-хе-хе. Злобный учёный, блин. Калач копчёный. Они идут, прячьтесь. Стой! Это что? Эм, это... Я везу в Индию товар с фабрики. Товар? Значит, да? Так-так-так, дальше я повезу его сам. А ты катись отсюда. Не беспокойся. Я хорошенько о нём позабочусь. Ха-ха-ха. Везли нас опять на эту сраную арену. Опять мы тут. Теперь вы влипли по-крупному, малявки. На этот раз вам не... Вам от нас не смыться. Тупые детишки, сколько времени на вас убили. Великие состязания могучих бойцов. Ну что, детки. Надеюсь, теперь вы поняли, как устроен мир. В конечном счёте. Такие, как мы всегда получаем то, что хотим. Верно, братан? Сильные получают всё. А слабые ничего не могут с этим поделать. Прямо как на бойцовских состязаниях. Значит, если мы выступим на состязаниях и победим... Мы тоже станем сильными и обретём желанную свободу. Что? Ты хочешь принять участие в состязаниях? Мы хорошо с тобой обращались. Лишь потому, что ты стоишь... Немеряной кучей денег. Но всему есть предел. Хватит сопротивляться. Просто смирись с этим. С остальными мы разделаемся. Но ты можешь не бояться, принцесса. Тебя мы не тронем. Ни за что. Пустите нас. Я не позволю никому из них причинить боль. Дозвольте нам участвовать в состязаниях. Ох, да. Они всё в конец оборзели, братан. Нужно речь от них избавиться. Подожди-ка, братец. А это может оказаться не такой уж плохой идеей. Но, братан. Если они будут участвовать, то никто в жизни не подумает, что они победят. А, минутку. Вот именно, братец. Никто не поставит на них. Что означает... Если они и вправду выиграют, мы срубим кучу деньжищ. Хорошо. Принцесса, мы позволим вам выступить. Я даже отпущу вас до начала состязаний. Можете тренироваться, купить оружие или что там ещё. Но, даже не думайте о побеге. Дорога хорошо охраняется. И мы оставим одного из вас здесь, в заложниках. А башка у тебя варит, братан. Я бы никогда до этого не додумался. Хорошо. Если Рю с принцессой выступят на состязаниях, тогда кто... Останется в заложниках. Да давайте, лучок останется. Я его не качал, как бы... Пускай сидит. Давай, Рю. Мы рассчитываем на потрясный бой. Ты столько раз облапошивал нас, что выйти в финал тебе не составит труда. И если проиграешь, вам крышка. И вам не убежать от нас. Снова понятно? Так, ну давайте с ними ещё поглутарим, так сказать. И виноват ту силу, с которой драконы намеревались уничтожить мир. Удачи. Ну и со вторым. Что? Хотите поменять заложника? Определитесь, наконец. Кого вы хотите оставить в заложниках? Ну вообще, я никого не хочу оставить в заложниках. Ну, нажмём Нину. Это ведь ты захотела принять участие в состязаниях? Не? Ой, не так ли, принцесса? Теперь всё ответственность за это несёшь ты. Угу. Такая с лучком я могу поговорить? Пьюк. А, пукью. Довольно срано вставлять в заложниках луковицу. Ну, блин, не знаю. Так, куда, блин, двигать, куда двигать? Давайте в город сначала выйдем. Победитель получит всё, что захочет, да? Может, мне тоже стоит попробовать? Так, ладно. Не будем особо разговаривать с разными людьми непонятными. Давайте зайдём сразу, купим снаряжение. Не пойдём на рену, там поговорим со всеми. Хотите взглянуть на оружие? Да, купите. Я хочу купить... Жезл колдуна. И хочу купить нагрудник. А теперь я хочу продать вам бронзовый меч, кирасу, одежду из хлопка и мантию чародея. Купить ещё... Сейчас посмотрим, надо ли нам что-то ещё покупать. Ну, по сути, нам больше ничего не надо. Ну, тогда уходим отсюда. Так, пойдём пиво внутрь. Так, ну, давайте вот с ним поговорим. В действительности я здесь управляющий. Но Балиуэкссан заняли моё место. И заставили продавать билеты. Не желаете взять брошюрку? Сужалею, но продажа билетов на сегодня остановлена. Остались только забронированные места. Посмотрим. Победителем первого матча будут... Команда Патрио, команда Эмитая и команда Кеннета. Кеннеты. У кого есть билеты, проходим сюда, пожалуйста. Так, поднимаемся по лесенке. Тут вот два охранничка стоят. Давайте к ним подойдём. Эмитая ведь довольно неплохой волшебник, да? Но что он будет делать на арене запретать чар? Громилый маг против Кеннеди. Никто из них не выстоит против Гарланда. Так, ну, пойдёмте, нам в левую часть надо. Здесь вот ещё поговорить надо. Может, мне стоит рискнуть и представить на того парня по имени Рю? Ну, может, попробовать. В этом году Гарланд снова стал первым Сиеном. Кто бы сомневался. Я поставил все свои деньги на команду Патрио. Давай, Патрио, не подведи! Я слышал, что в этом году в состязаниях будут участвовать дети. Не могу в это поверить. Состязания должны быть только для мужиков. Мужчина против мужчины. Мастерство против мастерства. В этом вся соль. Ну, окей, ладно. Громилый маг против Кеннеди? Даже не знаю. Поставлю-ка я лучше на другой поединок. Не позволит же они каким-то детям принять участие в состязаниях. Здесь явно какой-то подвох. У детей нет никакого шанса на победу. Нарешено. Ставлю тысячу Зене на Патрио. На Патрио. Господин Рю, ваша первая командная битва пройдёт на арене бушущего пламени. Против команды Патрио. Удачи. Спасибо. Так, давайте в самый край пройдём. Там, по идее, команда Патрио сидит. Наш первый матч с какими-то детьми? Лёгкая победа. Сбережём силы для схватки с Гарландом. Ха, дети, лучше вам вернуться домой. Пока ещё не поздно. Вы, ребятки, просто нечто. Хватает же вам смелости сражаться со всеми этими крутыми парнями. В этом году надо остерегаться Гарланда. Логично. Есть здесь что-нибудь? Лечебная трава. Отлично. Ничего нет. Так, продолжаем. Ты кто? А мне нравится держать участников в лаве. Считаешь это странным? Ээээ, ты кто? Как я себя чувствую, стоя в лаве? Да, нормально. Я уже привык. Не беспокойся. Нас называют дадаями. А, вот вы кто. Мы держим участников над лавой на арене бушующего пламени. Ты собираешься там драться? Ну тогда удачи нам обоим. Я начал работать в качестве дадая совсем недавно. И если хочешь знать моё мнение, это настоящая мужская работа. Наверное. Я не знаю. А это что за спуск? О, а вот здесь как раз таки магазинчики. Говорят, нападение это лучшая защита. Верно? Ого! Здесь можно ещё броней подзакупиться. Но у меня денежки-то особо нет. Поэтому пока точно нет. Я с тобой поговорить-то могу? Добро пожаловать. Не желаете пополнить свои запасы? Чем торгуешь? Витамин, мультивитамин, взрывчатка, льиная глыба. Неплохо, конечно. Но не надо. Удостовериться в том, что выбрал хорошее оружие перед боем. Клеймор. Ох, две с половиной тысячи. Зря я, наверное, все деньги на лекарства потратил. Вы, должно быть, устали? Да, я устал. Вы хотите что-то сделать? Да, я хочу отдохнуть и записаться. Доброе утро. Хотите сохраниться? Да, хотелось бы сохраниться. На первую карту. Вот сюда. На всякий случай. Чтобы просто, блин, если проиграю, то недалеко начинать пришлось. Так, ну а теперь заходим сюда. Вы, господин Рио и его команда, верно? Хотите ознакомиться с правилами борьбы на арене бушищего пламени? Да, хочу. Здесь члены вашей команды по очереди сражаются в турнире на выбывание. Порядок, в котором вы будете драться, тот же, что и в обычном бою. Выиграть можно либо победой над всеми тремя участниками противоположной команды, либо разрушив их платформу. У Дадаев есть определенное количество жизненных, короче, здоровья. Так что одна из возможных стратегий это сконцентрировать все ваши удары на Дадаев. Вы готовы? Нет, не совсем. Я хотел бы немножечко поменять строй. Рю, ты у нас будешь последним. Нина с Момо будут в середине. Даже Нина поскопирует, потом Момо, потом Рю. А вот теперь я готов. Вы готовы, господин Рю и его команда, верно? А, так. Нет, я не хочу ознакомиться с правилами борьбы. А, зачем я это нажал? Порядок, в котором вы будете драться, тот же, что и в обычном бою. Да, да, да. Выиграть можно либо победой над всеми тремя участниками противоположной команды, либо разрушив их платформу. У Дадаев есть определенное количество здоровья, так что одна из их, возможно, стратегий это сконцентрировать все ваши удары на Дадаеве. Вы готовы? Да, я готов. Теперь готов. Хорошо, Дадаев пошла. Я надеюсь, мы начнем не с Рю. Госпожа Нина, пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах. Давай, шуруй. Что ж, была не была. Все будет хорошо, я тоже стала сильнее. Там есть приемчик у товарища, у последнего. Итак, начнем. Дамы и господа, в этом бою сойдутся Нина против Кло. Пожалуйста, займите ваши места. Так вот, там есть у товарища, у противника главного вот этой команды есть приемчик один, Ледяной Сон называется. Надо было его как-нибудь попробовать выучить по возможности. Так, давайте начнем сразу с Тайфуном. Но слепящий удар мне не важен. Типа, для магии, в чем мне страшится-то его. Так, а Дадайв-то я зачем бью? Интересное кино. Стул же. Магией-то я просто точно не промажу. Поэтому глазки мои останутся в порядке и в покое. Так, 49 урона. Слепящий удар. Нормально-нормально. Пока живем. Но, как только, блин, я почувствую, что что-то не так, надо лечиться. Так, 31 хп. А, я же еще и палку не поменял. Ей палку-махалку надо было поменять. Так, давайте... Нет, не мультивитамином. Обычно лечебной травой подхилимся чуть-чуть. Просто следующий удар может быть контрольным для нее, а мне это не нужно. Ну, 24 хп. Я же говорю, он мог быть контрольным. Давай вспышку. 10 хп. Угу. Все плохо. Ну, я думаю, мы выживем. Нина. Будь добра, съешь-ка. А где витамины? Которые я покупал. А, они в самом конце лежат. Так, витаминку скушай. Максимальное количество хп. А она двойным ударом. 11. И 8. Ну, блин, поменьше отнимает, чем... Когда бьет той атакой. Обычный. Двойной удар попроще, как он с ней отнимается. 49. Вот, она так 26 отнимает, а то она отнимала... Аж, блин, сколько там получалось-то? 19. Ну, это в первый раз было так. 24. Ну, я говорю, много отнимает. Давайте тайфоном еще раз ударим. Живи! А ты умирай давай. Во! 150 очков опыта. Ну, неплохо. 200 за они еще получили. По-моему, вполне неплохо. Так, это уже мах какой-то. Итак, начнем. Дамы и господа. В этом бою сойдутся Нина против Кауэра. Пожалуйста, займите ваши места. Так, ну, у нас, естественно, хпшки те же остались. 20 хп. Ну, начнем с того, что мы будем... Ну, давайте чудо-средство применим сначала. А, это АТК именно поднимается. Я думаю, просто общая атака. Я бы ему... Да-да, я поломал, но... Я боюсь, у меня это не удастся. Давайте стужа. Так как у нас ход дополнительный. 60 хп. Так. Теперь наш обычный ход. Витамин. Так, он на себя еще ускорение принимает. Применяет, точнее. Так, ловкость повысил еще. Но это мне тоже не страшно, поэтому... Еще раз стужа. Защита, ловкость. Мне это как бы чуждо в данный момент. Мороз. Сколько урона? 18. Нормально живем. Все хорошо. Еще раз стужу. Слабенький у него удары. На этот счет. 49. Ну, я думаю, еще одну стужу он переживет. Так, ну вот циклон неприятный. Давайте еще одну стужу. Если он не умрет, то умрем мы, скорее всего. А это... А, о, умер. Все. Еще 185 очков опыта. Ой, 165 очков опыта. Вторая победа. Так, а вот этот дяденька меня, чувствую, сейчас убьет. Вот прям чую. Итак, начнем. Дамы и господа. В этом бою сойдутся. Нина против Патрио. Пожалуйста, займите ваши места. Так, а вот что с ним делать? Ну, давайте тайфуном. Да и помрем спокойненько. Я думаю, в этом бою нам не выиграть сейчас. Потому что урон у него прям серьезный. А Нина с ним особо не справится. Поэтому сразу перейдем к госпоже Момо. Моя очередь, да? Ну, тогда приступим. Но многого от меня не ждите. А Нина уже в отрубе лежит. Итак, начнем. Дамы и господа. В этом бою сойдутся. Момо против Патрио. Пожалуйста, займите ваши места. Интересно, у Момо получится выучить этот удар его? И вообще, каков шанс того, что он его использует? Урона-то у него много. Давайте с землетрясением начнем. 36 урона. Неприятно, скажу честно. Мне больше сейчас сказать нечего прям. Прям больно. Ну, сразу витаминку применяем. Ого. А он шустрый, кстати, на атаку. Но если Момо его не убьет, то убьет его уже наш дружбан. Рю который. Ну так у него удар не сильно. Вот отчаянный удар. Это прям больно. Так, наверное, хильнусь и попробую получить его таланты. Хильнусь с этой улучшенной травой. Правда, хпшки упадут до отдыха. До ближайшего. Но это ничего страшного. Давайте попробуем поизучать его таланты. Так, нет. Еще раз. Опять нет. А вот здесь надо хилиться. Опять улучшенной травой. Еще чуть-чуть уронит хп. Так, ну мне кажется, что он и сейчас будет его бить обычным ударом. Да. А можно как-нибудь отличить его удары? Ай-яй. Асясь. Больно. Улучшенная трава. Да что ж ты так больно бьешь-то, дядь? Откуда сбежал, блин? С таким уроном. А, никак это не отличишь. Я понял. Ну все. Минус Мому. Нет, не минус, но Скажем так, я даже не знаю, как его учить. С его периодичностью атаки этим приемом я не знаю, как его учить. Я, скажем так, ее уже сливал. Хочу слить, скажем так. Я мог бы с ним сражаться, но я решил слить. Ваш уход, господин Рю. Задайте им. Рю сражается первым. Рю сражается первым? Нет, он не первый. Поверьте мне, он не первый. Итак, начнем. Дамы и господа. В этом бою сойдутся. Рю против Патрио. Пожалуйста, займите ваши места. Так. И вот как теперь с этим, блин, так сделать? Просто я понятия не имею, как он будет. Зачем я это сделал? Я вот сейчас мог его учить начать. Не спать, Рю. Он нормально переносит его атаки. Ну вот это он атака так же переносит плохо, как и все остальные. Нет, ты не будешь у нас кушать улучшенную ягодку. Ты у нас кушаешь витаминку обычную. Ну и у него скорость, кстати, повыше. Рю. Опять-то, ледяной сон применяешь тогда, когда мне нужно, чтобы я его учил. Так, каждую третью атаку он его делает. Эту атаку мы не понял сейчас юмора. Уснул. Ай-яй, осясь. Ну, получи по шапке. Раз на то пошло. Так, витамин. И сейчас он опять ударит ледяным сном. Да. Короче, при бою с Рю он его применяет каждый раз. Ясно. Тогда изучаем его. Переживем еще одну атаку. Отлично. Схватили эту атаку. Рю изучил прием. Сколько она стоит? Нет, 4 его. 4. Ну, давайте-то атакуем ледяным сном. Нефиг. Так, вот сейчас лучше не заигрываться. Лучше хильнуть. Так, ну а теперь его... Можно его же ударами бить. Будет забавно, если я умрю еще шипить. Но у меня не получается. Я его усыпить? Ладно. Еще раз. Усни, пожалуйста. Не хочется посмотреть на него. Так, ладно. У нас есть прыжок. Давайте прыжком. Все. Отлично. Победа. 200 очков опыта. Он получил свой 16 уровень и получил групповой щит. Отлично. 120 зене. Мы его победили. И выучили навык. Поздравляем. И победителями первого матча стал господин Рю и его команда. Дадаев мы даже убивать не стали. Да-да, и молодцы. Слава богу. Мы выиграли. Ну и ну. Я была так, знаете ли, удивлена. Кто мог подумать, что Рю и Нина детвора и победят. Но если не ошибаюсь, ваш следующий бой пройдет на арене запрета Чар. И вы будете сражаться с командой Эмитая. Желаю удачи. Нельзя падать духом. Мы обязательно выиграем. И вернемся домой. Так. Давай ящички осмотрим. Здесь что-нибудь есть? Монетка. Отлично. Так, а здесь ничего нет. Так. Появился какой-то хрен. Крылатый. Давайте вот с этими ребятками поговорим. Черт бы побрал этого Кеннеди. Стояло ничего, стояло ничего не делал до самого конца. Хорошо. Хоть мы с Гал... с Гали... Галипау не слабаки. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я слышал, Гарланд сражается один. Даже целая команда не в состоянии его одолеть. Что-то странное у Кеннеди с глазами. Я бы на вашем месте остерегался его. Эта команда кажется довольно-таки сильной. Может они даже смогут побить Гарланда? Ну фиг знает. А... Ты, дядь, кто? Выиграли, да? Никто не знает, кому улыбнется госпожа удача. Ладно, не хочешь разговаривать. Так бы и сказал. Типа я не хочу разговаривать и все. Так, с тобой надо поговорить. Вы, должно быть, устали. Что хотите сделать? Честно сказать, хочу отдохнуть. Доброе утро. Хотите сохраниться? Конечно. Ну а на этом все. Следующие бои мы увидим в следующей серии. Как бы... Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ну, все, увидимся позже. Всем пока.